Сауль Альврос освободил титул WBO в полтяжелом весе. Завоеваны в поединке с Сергеем Ковалевым в прошлом месяце. Канело освободил титул WBO в полтяжелом весе, который он завоевал в бою с Ковалевым в прошлом месяце. WBO объяснила, что Канело сохраняет привилегии суперчемпиона. Это означает, что он может немедленно стать обязательно претендентом по линии WBO для любого другого чемпиона WBO. Канело, скорее всего, будет искать себе соперников в 168 фунтах для своего следующего боя. Сам Сауль Альврос объяснил свое решение отказаться от титула. «Я знаю, что мои достижения в ринге принесли гордость фанатам и Мексике. Я давно получаю удовольствие от своего взаимодействия с WBO и ценю все, что они делают для сохранения и улучшения бокса». Это подтверждает, что следующий бой Канело проведет либо во втором среднем весе, где владеет второстепенным титулом WBA, либо в среднем весе. Напомню, что его потенциальные соперники уже обнародованы. Поиск WBO в полтяжелой категории теперь предстоит разыграть двум претендентам, занимающим максимально высокие позиции рейтинга и давши согласие на бой. Первой в три строчки занимает Хильберт Рамирес, Умар Саламов и Джесси Харт. Глава Golden Boy Оскар Далахоя объяснил решение Саулю Альвроса оставить титул. «Мы полностью поддерживаем решение Канело и WBO». Сауль сотворил историю, когда эффектно остановил Ковалева и стал чемпионом мира в четырех категориях. Он не просто показал, что он представляет настоящую угрозу в 175 фунтах, он еще и продемонстрировал, что может перемещаться по весам, чтобы дать фанатам захватывающие бои. Билли Джо Сондерс отреагировал на отказ Сауле Альвроса от титула WBO. «Поехали!» – написал Сондерс. Бой чемпиона IBF в среднем весе Геннадия Головкина против претендента Камилы Шереметы планируется на изначально стороны обсуждали дату 8 февраля, затем сдвинули ее на 20 дней. В итоге 29 февраля достанется Майки Гарсии, который дебютирует под гидой промоутерской компании «Матч Рум» и стримингового сервиса «Дозон». Ранее наиболее верятным местом проведения боя Головкин-Шеремета назывался Чикаго, где живет большая польская диаспора. По данным источника, в данный момент Шеремета работает над тактическими и техническими моментами, готовится под Головкина. Вскоре у боксера начнется полноценный тренировочный лагерь, который пройдет на высокогорье в Испании вместе с тренером Федором Лапиным. Чемпион WBO в среднем весе Дмитрис Андрейт ответил на недавнее заявление Канело Альвареса. Напомню, американец вернется на ринг 30 января в Майами. «Канело называет меня скучным. Он серьезно? Ну да, я скучный, зато Рокки Филдинг действительно захватывающий боец. Или Леон Смит такой зрелищный. Все ждут, не дождутся его боев. Люди, что критикуют мой прошлый бой против Сулецкого, признаются, что не любят бокс, потому что я дал вам 12 раундов умелого бокса. Посмотрите, что этот парень сделал с Габриэлем Рассада и какой бой дал Дэниелу Джейкобсу, а я отправил его на настил, после чего выиграл каждую минуту каждого раунда. Или вы скажете, что брат Котта был ярким бойцом? Забудьте о зрелищности. Канело выбирает только идеально удобный для себя бой. Он бы ни за что не встретился с Сергеем Ковалевым еще два года назад. А бойцы, с кем дерусь я, находятся на самом пике». Также чемпион полусреднем дивизионе Терренс Кроуфорд считает, что Сауль Альварес не заслуживает первое место в рейтинге лучших боксеров мира. По его словам, победа над Сергеем Ковалевым не то, за что можно получить такое продвижение в паун-фа-паун листе. Нужно выяснить, на каком этапе карьеры были те, кого побил Канело. Все говорят, что он лучший паун-фа-паун в результате победы над Ковалевым, потому что поднялся на два дивизиона. Но сколько лет Ковалеву? Ему 36, по меркам бокса он стар. Его уже били до этого, его побеждали досрочно. Канело не сделал с ним ничего нового. Но почему-то все были удивлены его победой. Вот если бы Сауль дрался с Артуром Бетербиевым, но что-то он не вызывает Бетербиева, а победа над ним, крупным и более молодым боксером того же веса, вот тогда победа как раз заставила бы сказать, вау, теперь вопросов нет. Рейджис Паргрей считает, что Василий Ломаченко является фаворитом в поединке против Теофима Лопеса. Даже после боя Лопеса я все еще думаю, что Василий фаворит. У Теофима есть шансы, с этим никто не спорит. Он быстр и силен. Но ведь Ломаченко тоже обладает хорошей скоростью. Он также хорош на ногах. В этом случае, как говорил Али, ты не сможешь ударить то, чего не видишь. Коми часто задерживался перед Теофима, а вот с Ломаченко история будет другой. У него ведь процент ударов выше, чем у остальных. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok